Всем привет, с вами Дженикус. Как вы знаете, из последнего трейлера в первом DLC паке официально подтверждены Шансун, Ночной Волк, Синдел и Спаун. И еще два гостевых персонажа. Судя по звуку бензопилы и музыкальной теме, это скорее всего Эш Уильямс из Ловещих Мертвецов и Терминатор. Все эти шесть персонажей это стопроцентное подтверждение утекшего ранее списка DLC. Напомню, что в версии для Nintendo Switch датамайнеры откопали диалоги DLC и гостевых персонажей. И более того, диалог между Шансуном и Рейденом на 100% совпадает. Те данные, которые были обнаружены в Nintendo Switch версии, содержали, со слов датамайнеров, 19 DLC персонажей. Уточнялось, что это именно персонажи, а не костюмы, так как костюмы помечены по-другому. Согласно тем диалогам, в DLC появятся следующие персонажи. Шансун, Синдел, Найтвульф, Фуджин, Шива, Джокер из вселенной DC, Эш Уильямс из Ловещих Мертвецов, Спаун и Терминатор. Остальные персонажи пока неизвестны. Также, согласно утечкам, в МК-11 планируется три комбат пака. Два по шесть персонажей и один семь персонажей. Таким образом, в первом комбат паке выходят Шансун, Найтвульф, Синдел, Спаун, Эш и Терминатор. Во втором, Фуджин, Шива и Джокер. Остальные персонажи все еще неизвестны. Также мы ждем официального объявления Эша и Терминатора на выставке E3 на конференции Microsoft. Хотя, конечно, никакого эффекта внезапности уже не будет. И напоследок, немного про Брюса Кэмпбелла, актера, прославившегося своей ролью Эша Уильямса. После выхода трейлера Шансуна, он отписал в своем твиттере, «О боже, игра выглядит интригующе, я обязательно ее попробую». Относитесь как хотите, но если Эш Уильямс появится в качестве DLC, в чем уже почти все уверены, то Брюс пока что продолжает играть на публику. Всем спасибо за внимание, пока! Субтитры сделал DimaTorzok